Хочу порекомендовать всем сайт всемайки.ру, лучший сервис онлайн-печатель. Огромный выбор одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. 3D-футболки, майки, свитшоты, толстовки, чехлы, кружки и многое другое. В каталоге более 600 тысяч лучших принтов и возможность создать свой уникальный дизайн за 2 минуты. Удобный заказ, качественные вещи и быстрая доставка. Для катокраперов есть промокод КАТ10 на скидку 10%. Ссылка в описании. Съемки фильма занятие непростое, а съемки взрослого жестокого комедийного блокбастера по комиксам, в котором каждые 2 минуты появляются отсылки, труд поистине колоссальный. Поэтому неудивительно, что чем амбициознее фильм, тем больше в нем ошибок. Я снова разрезал для вас болтливого наемника, чтобы показать все ошибки, которые в нем были. Итак, поехали. Ну что ж, по хронологии, в самом начале этого фильма мы видим сожженный рисунок, на котором Дэдпул убивает Фрэнсиса. Далее нам дают увидеть процесс создания этого рисунка и... погодите-ка. Да ведь они разные. Может быть, конечно, Дэдпул нарисовал несколько таких рисунков, пока ждал головорезов, но я нигде больше не видел листков бумаги, поэтому что-то подсказывает мне, что это ошибка. Далее мы видим, как джип головорезов завершает свой грациозный полет по мосту и останавливается на боку. Мы четко видим, что у него нет переднего левого колеса, но и следов его в округе тоже не видно. Однако, когда ракурс меняется, мы видим, как его колесо чудесным образом появилось, отчего с него даже соскочил колпак. А еще у этого же джипа выпала дверь, которая упала на внешнюю сторону, однако с другого ракурса мы видим, что она лежит совсем в другом положении. Мы знаем, что в обойме Дэдпула 12 патронов, но подождите-ка, мы ведь видим, что пули-то 50-го калибра, а с таким диаметром их должно влезть в обойму пустынного орла не более 7. Однако мы видим, что он стреляет из двух пистолетов, тогда почему у него не 14 патронов? И в этом же кадре мы можем заметить еще один ляп. Когда он только начинает свой виртуозный полет, мы видим, а точнее не видим, рукояти его катан, хотя чехлы явно висят за его спиной. О, а с этого ракурса катана на месте. В этом кадре чувак выпускает добрые пару десятков пуль в Дэдпула, параллельно изрешитив джип. Однако, если нашему герою пуля нипочем из-за его регенерации, то джип однозначно пострадал сильнее. Но нет, либо у джипа тоже есть регенерация, либо кто-то решил схалтурить. Я склоняюсь ко второму варианту. А в этом кадре мы видим, в каком положении застыла дверь на заднем плане, а также видим автомат рядом с павшим негодяем. Однако спустя секунду дверь поменяла свое положение, а автомат внезапно испарился. Когда Дэдпул насадил этого беднягу как кебаб, мы видим, что его левая катана проткнула его бок. Однако далее в фильме мы видим, что она сместилась к самому позвоночнику. Когда Дэдпул останавливает мотоцикл Фрэнсиса удачным броском катана, мы видим, как он на полном ходу влетает в джип вместе с кусками мотоцикла. Но далее, видимо, какой-то сверхбыстрый уборщик успел собрать весь этот мусор. Ну и далее мы видим, как Дэдпул отрывает свою левую руку, чтобы сбежать от колосса. Сбежать у него удается, только вот с этого ракурса мы видим, что у него нет правой руки. Далее мы видим флэшбэк с пиццей. Обратите внимание на хозяина квартиры. Он весьма скромно носит свою толстую цепочку, спрятав ее под футболку. Ну да, он же не рэпер какой-нибудь. Ой, или все-таки рэпер? Да, цепочка волшебным образом переместилась наружу. Чувак, это рэпчик. Когда Уэйд заходит в бар и здоровается с создателем Дэдпула, на заднем плане мы можем увидеть чувака в серой майке. Однако в следующем кадре его уже нет. Сбежал. А в этой сцене Ласка, Хорек или Уизл предлагает Уэйду травку. От похмелья. Да, свежая травка может быть и правда помогает от похмелья, но дело тут в другом. Он держит пучок травы в правой руке, но с другого ракурса мы видим, что в его руке ничего нет. А тут мы видим чувака с кием и буквально через секунду он исчезает. В этой милой романтичной сцене, в которой влюбленные разговаривают о половых принадлежностях, сперва нет ничего странного. Но давайте-ка остановим кадр и рассмотрим Ванессу, а точнее ее шиль. Видите, татуировки нет. Неверно. Есть. Только вот с другого ракурса. Нам показывают, как влюбленные делают селфи на полароид. Очень милая сцена, и мне не хотелось бы к ней придираться, но все же обратите внимание на их положение и подушки сзади. Запомнили? А теперь посмотрите на фотографию, которая у них получилась. Хотя, может быть, тут так же, как и с рисунком. Они сделали много фотографий и заменили подушку. Да не, бред какой-то. В этой сцене Уэйд заметил что-то в зубах у Фрэнсиса. А вы заметите, что здесь не так? А вот так? Да, этот кляп то пропадает, то появляется вновь между кадрами. А еще тут и провода меняют свое количество. То их три, то четыре. А когда Уэйд преследует Ванессу, мы видим, что у этой красной стены никого нет. Однако при смене кадра там появляется прохожий. В сцене, где Дэдпул в костюме, похожем на Storm Shadow из G.I. Joe, надирает зад этим засранцам, мы видим, что драка происходит прямо рядом с автоматом для игры в пинбол. Однако спустя секунду автомат телепортируется. Когда Уэйд только заходит в дом к слепой Эл, мы видим на переднем плане черный ящик. Спустя несколько кадров на его месте стоит точно такой же, но зеленый. Конечно, это может быть всего лишь ошибка цветокоррекции, но это же все равно ошибка. Когда Уэйд ложится на ковер в этой сцене, обратите внимание на его положение. Его голова находится между двумя этими линиями. А далее мы видим, что он меняет свое положение кадр за кадром. А здесь мы видим, что укрытие, за которым прячется Уэйд, содержит в себе моток проволоки, красно-синюю дверь и вот эту вот металлическую штуковину. Однако смена кадра заставляет проволоку переместиться сюда, дверь сюда, а металлическую штуковину и вовсе исчезнуть. Когда Дэдпул ложится на крыло самолета, то мы видим следы от пуль, но когда боеголовка запускает его в воздух, мы видим, что следы от пуль чудесным образом переместились. О да, это шикарная сцена с ножом в голове Уэйда. Да, у Дэдпула определенно повышенная регенерация, однако неужели и ткань его костюма способна восстанавливаться? Сомневаюсь. Но где же тогда дырка? Тут Ванесса скользит навстречу смерти, лежа на спине, но вдруг в следующем кадре оказывается на животе. Лицо Аякса в этой сцене залито кровью, но это неудивительно после такой ожесточенной битвы. Ему вообще повезло, что он не чувствует боль. Однако спустя несколько секунд мы видим, что крови стало гораздо меньше и даже его зубы побелели. А тут обратите внимание, что рука Ванесса уже практически касается лица Дэдпула. Ей остался какой-то жалкий сантиметр. Но с другого ракурса мы видим, что ее рука еще на уровне его плеча. И здесь же есть еще один ляп. Посмотрите на затылок Дэдпула. Видите здесь липучку, которая закрывает его маску? Нет, я тоже. Однако она есть. Вот здесь же. А следующий ляп едва заметный. Обратите внимание на подбородок Уэйда. Видите скобку от степлера? Несколько секунд спустя она меняет свое положение. Ну и в заключение небольшой бонус. Для того, чтобы не упустить ни одной детали, мне естественно понадобилась помощь Гугла. И я пересмотрел много разных источников, в которых указывались те или иные ляпы. И практически во всех из них был указан один ляп, который я спешу опровергнуть. В этой сцене мы видим, как Фрэнсис дает отпор Дэдпула из своего УЗИ, ну или автомата. Но проезжая мимо него, через секунду автомат исчезает. Логично было бы предположить, что Фрэнсис успел выкинуть автомат. Однако мы отчетливо видим, что он на ремне. И определенно точно не мог просто так исчезнуть. И это кажется весьма очевидным ляпом. Однако, если представить себе траекторию полета, закрепленного ремнем автомата на скорости, очевидно, что он улетит за спину Фрэнсиса. Что мы и видим в этом кадре. Ну что ж, это были 30 ошибок и ляпов фильма Дэдпул. Если я что-то пропустил, напишите мне об этом в комментариях. Ну а на этом... Время пасхалок. В предыдущем эпизоде, в котором я рассказал вам, что нам показали в трейлере «Фантастические звери, где они обитают», я спрятал 4 пасхалки и все они были найдены. Первую пасхалку нашел Марат Жамбеков. Он первым заметил улетающие в этом кадре ножницы. Вторую пасхалку нашел Артем Кирсанов. Он заметил надпись над животным в книге «Катерпул». Это мой ник в Твиттере. Третью пасхалку нашел Павел Цветков. Он обратил внимание на книгу в этом кадре. На ней написано «Как вырезать дерьмо нахрен». Естественно, это не оригинальное название книги «Моя пасхалка». Ну и четвертой пасхалкой оказался очередной хэт-трик. В этот раз три пасхалки подряд нашел Рустам Зайнулин. Он увидел наш фирменный желтый билетик на столе в этом кадре. Поздравляю вас, Марат, Артем, Павел и Рустам. Вам по праву присуждается титул «Экспекта Катакрабуса недели». В этом эпизоде тоже спрятаны пасхалки. Первый, кто напишет их ответом на мой первый комментарий к этому ролику, будет упомянут в следующем. И не забывайте добавляться в нашу группу ВКонтакте. Во-первых, там мы разыгрываем нашу фирменную футболку. Ну а во-вторых, там у нас очень клевые творческие интерактивы. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр и надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Катакраб. Мы режем киноленты.